МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сарапуле выделяются служебные двухкомнатные квартиры с дальнейшим правом приватизации. Так, ключи от такого жилья вручили медикам Сарапульской городской больницы. Вот они, заветные ключи от служебных квартир, которые сегодня вручают двум врачам. Каждому двухкомнатная квартира, как стимул для молодых и грамотных приезжих специалистов остаться работать в Сарапуле и способ решения проблемы кадрового дефицита в здравоохранении города. Ранее такие же ключи получила врач хирургического отделения Сарапульской городской больницы, приехавшая трудиться в наш город. Ориентировочно в горизонте трех-четырех месяцев у нас появятся еще четыре квартиры, мы сделаем как раз с назначением служебное жилье для медицинских работников. Поэтому в тесной взаимосвязи с Сарапульской городской больницей, с детской городской больницей, я надеюсь, что мы ситуацию будем поправлять путем привлечения кадров в наш город. Квартиры выдаются как служебное жилье, с докторами заключается соответствующее соглашение на определенный период времени, с учетом того, что доктор будет работать именно в государственном учреждении здравоохранения. Булат Ганиев, участковый терапевт поликлиники номер один, получил квартиру в микрорайоне Дачный, двухкомнатную со свежим ремонтом. Хорошее подспорье для молодого специалиста. Я приехал в октябре месяце в Сарапул. Получается, с октября по сей день работаю участковым. Очень весомая, помогает. Сейчас хотя бы насчет жилья не надо думать. Аналогичную квартиру получила Наиля Салимова, которая приехала к нам из города Мамадыш. Работает она участковым педиатром в детской поликлинике. Изначально училась в ЖЭСКОМА Академии. Уже там отправляли на работу в поликлинике, учитывая нашу ситуацию с ковидом. Так получилось, что я попала в Сарапул. С тех пор мне он очень полюбился, и поэтому я решила вернуться на работу сюда. Согласно разработанной в городе программе, для приезжих врачей специалисты получают жилье с дальнейшим правом его приватизации. У пользователей служебного жилья будет право приватизации по истечении 7 лет работы в учреждении здравоохранения. Но есть поправка, которая говорит о том, что если, допустим, это семья докторов, то мы готовы рассмотреть сдвиг сроков влево до 5 лет, после чего квартира будет иметь право преимущества и приватизации этими нанимателями. Такое жилье – это хороший подарок для молодых и грамотных врачей. А главное – весомый аргумент остаться работать в Сарапуле. В городской администрации состоялось заседание административной комиссии. В этот раз по 8 протоколам правонарушителей были привлечены к ответственности. За что – расскажем в материале далее. В администрации города стоялось заседание комиссии по административным правонарушениям. Такая комиссия проходит в первую и третью среду каждого месяца и решает вопросы о назначении штрафов за те или иные проступки. В этот раз по 8 протоколам было принято решение о привлечении провинившихся к ответственности. В 8 административных материалах, действия которых усматривались статьи 5 – это нарушение тишины и покоя граждан, а также статьи 11.9 – это размещение рекламных конструкций. По всем административным материалам вынесено процессуальное решение. Такие нарушения без зазрения совести позволяют себе некоторые жители города, нарушая тишину в ночное время или расклеивая свои объявления в местах, не предназначенных для этого. Многие из них не подозревают, что находятся в поле зрения как инициативных граждан, так и административной комиссии. За 2021 год на комиссии рассмотрено 630 материалов о правонарушениях. Из общего количества рассмотренных материалов по 516 материалам принято решение о применении административного взыскания. В частности, наложено 474 штрафа и 42 человекам вынесено предупреждение. Общий размер административных штрафов, наложенных административной комиссией в 2021 году, составляет 1 миллион 390 тысяч рублей. Львиная доля правонарушений касается благоустройства и содержания прилегающих территорий дворов, а в зимнее время – очистки крыш от сосулек и снега. Следят за соблюдением правил благоустройства сотрудники муниципальной милиции. Размещение объявлений о услугах в местах для этого не предназначенных – также актуальная проблема для Сарапова. В 2021 году таких правонарушений выявлено 112 штук. По результатам рассмотрения 78 протоколов за данное нарушение были рассмотрены с наложением штрафов на общую сумму более 130 тысяч рублей. При выявлении и документировании данных правонарушений широко используется такая система, как автодозвон. Данные номера, указанные в объявлениях, подключаются к системе автодозвона, производится в течение недели дозвон по соответствующим номерам. И после того, как лицо, совершившее данное правонарушение, приходит в муниципальную милицию, пишет заявление, автодозвон отключается. На автодозвоне в прошлом году стояло 112 номеров. Это не просто материальная помощь, а отличная возможность зарабатывать. Пожалуй, это самое точное определение такой меры государственной поддержки, как социальный контракт. Как с помощью него открыть свой бизнес? Рассмотрим в нашем материале на примере сарапольского предпринимателя. Сочни, шанишки, булочки и пицца. Ароматная выпечка так и манит клиентов в пекарне подкрепиться. Тимур Сиддиков в мае 2021 года заключил соцконтракт и получил 250 тысяч на развитие своего дела. И вот уже практически год работает его производство на радость покупателей. После окончания службы в УФСИНе просто встал вопрос о том, чем дальше заниматься. И всегда хотел заниматься чем-то связанным с производством, открыть свое дело. Насчет соцконтракта я узнал в социальной службе из средств массовой информации о том, что предоставляется социальный контракт на открытие своего дела. И меня это заинтересовало. Я решил, что это именно тот случай, когда можно воспользоваться таким замечательным моментом. И социальная служба действительно предоставила этот контракт. Мы на него купили основное технологическое оборудование, тепловое и холодильное. Натуральная, сделанная с душой продукция. В прямом смысле этого слова разлетается, как горячие пирожки. Начинал он с этой пекарни. Тут же и прилавки с вкусностями. И года не прошло, а бизнес значительно расширился. Начинали с одной точки, открыли сначала производство с точкой продаж, а потом еще открыто две точки у нас на данный момент. Сейчас думаем о открытой четвертой точке. Сейчас это пекарня полного цикла, мини-производство, рассчитанная на тысячу изделий в сутки. Тысяча изделий в сутки – это 14 наименований хлеба, ароматные булочки на любой вкус, с посыпкой и повидлом. Пироги, а еще пицца, багеты и многое-многое не менее ароматное и аппетитное. Ежедневно в 4 утра пекари приходят в свой цех, чтобы тесто замесить, а потом испечь вкусности для любимых покупателей. Постоянные же покупатели составляют основу покупательского спроса пекарни. Сумму же господдержки, полученную в рамках социального контракта, возвращать не требуется. Воспользоваться такой государственной помощью могут те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Социальный контракт можно заключить по нескольким направлениям. Это поиск работы, профессиональное переобучение, развитие личного пособного хозяйства и, конечно, осуществление деятельности предпринимательской. Полиция Сарапова предупреждает об участившихся случаях дистанционного мошенничества. Будьте внимательны при совершении оплаты на сайтах, а также при звонках из банка. Как обезопасить себя и свои сбережения – об этом в нашем сюжете. Участились случаи мошенничества с использованием телефона и в сети интернет. За 2021 год межмуниципальным отделением МВД Сарапульский зарегистрировано порядка полтысячи таких преступлений. Все схемы обмана основаны на знании психологии, умении располагать к себе и манипулировать людьми. Как же обезопасить себя и свои деньги в случае, к примеру, телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят под видом сотрудников банка? Ни в коем случае не сообщать номера счетов, реквизиты банковских карт, в том числе и код ЦВВ с обратной стороны карты. Это приводит к необоснованному списанию денежных средств. Не стоит сообщать и количество денег на счете, и свои персональные данные. В банках имеется вся официальная информация о движении денежных средств, о наличии денежных средств, о непосредственно анкетных данных владельца банковской карты. И сотрудник банка, звонивший, осуществляющий звонок, никогда данную информацию спрашивать не будет. Такие вопросы – это верный повод для подозрений. Участились и случаи, когда аферисты звонят как бы от лица сотрудников силовых ведомств. При звонке многие в настоящее время представляются руководителями силовых структур. Идет подмена номера с IP-адреса, так называемые, представляются силовыми структурами, в том числе и надзирающими органами прокуратуры, Следственного комитета, полиции. Люди просто-напросто доверяют, сообщают все персональные данные свои, после чего у них проходит списание денежных средств. Также в последнее время распространены случаи о том, что ваш сын, ваш внук, родственник ближайший попал в ДТП. И для решения вопроса необходимо внести какую-то определенную сумму. Прежде всего в данной ситуации просто необходимо перезвонить родственнику на абонентский номер, либо посредством интернета с ним связаться и спросить, то есть действительно ли у него какая-то проблема, либо еще что-то. А если же вы решили купить что-то через интернет, перед проведением оплаты убедитесь в том, что сайт, где вы осуществляете шоппинг, не является подменным. Покупки следует осуществлять только на проверенных платформах и защищенных площадках. В Сарапуле продолжают проводить работы по сносу заброшенных объектов. Так, на улице Надежды Дуровой приступили к демонтажу двухэтажного аварийного дома, в котором давно никто не живет. На площадке работает техника, начался снос еще одного заброшенного объекта Сарапула. Это ветхий дом на улице Надежды Дуровой. В многоквартирной двухэтажке давно уже никто не живет. Здание заброшено. Ветхое строение и с эстетической точки зрения выглядело неприглядно, да еще и опасность представляло для горожан. Подрядчик приступил, как видите, сегодня к сносу этого дома. Значит, в течение двух недель мы этот объект, значит, основные работы здесь будут закончены. После сноса аварийной двухэтажки строительный мусор будет вывезен, а площадка выровнена. Дом номер два на улице Надежды Дуровой не единственный заброшенный объект, который сносит сейчас в Сарапуле. Еще один объект, еще раз говорю, на сидельнику 32, значит, подрядчик уже приступил на прошлой неделе, основные конструкции он разобрал, сейчас идет ликвидация мусора. Список по сносу ветхих заброшенных зданий на 2022 год сейчас формируется. В прошлом же году в Сарапуле было снесено порядка десяти таких строений. На сбившихся в стаи животных все чаще сетуют жители Сарапула. Реагируя на обращения граждан, в городе проводятся рейды по бродячим собакам. Рейд по бродячим собакам проводится по жалобам граждан, которые сетуют на сбившихся в стаи животных. Такие своры представляют опасность для прохожих. В рейд выехали сотрудники полиции, муниципальной милиции и управления благоустройства. В районе Гудок на улице Добролюбова нас встречают псы, находящиеся на самовыгуле. Один пес без поводка бегает вокруг своего дома. На это указывают следы. Его нерадивый хозяин будет привлечен к ответственности. В соответствии с законом, в соответствии с правилами, выгул собак осуществляется на поводке, в специально отведенных местах. Есть 12 пород, определенных федеральным законом, опасных, выгул которых осуществляется еще и на морднике. Несоблюдение данных правил влечет за собой административную ответственность. Для физических лиц штрафы от 1000 до 3000 рублей. А это уже район привокзальный и улица Фабричная, жители которой также опасаются стаи, бегающей вокруг их домов. По поводу собак. По поводу собак. Ой, это вообще ужас. А что за собаки? Откуда они? Они, тут получается вот забор, и там дырки в этом заборе. И они вот из-за забора прямо целыми шайками. Откуда собаки? Они хозяйские или бесхозные? Они хозяйские. Может, у кого-то и хозяева есть, потому что многие с ишениками бегают. А когда последний раз их видели? Вчера вот вечером мы с огребаться ходили, прямо вот толпами. И действительно, за забором на территории промышленной зоны бегают псы. Мы определили вот здесь на Фабричной большое скопление, до 10 особей. Ну, будем решать вопросы по отлову. Кроме того, в данной территории есть собственник, будем решать вопрос собственникам, чтобы он либо ограничил у них выход на территорию общего пользования, либо принял меры к отлову тоже. Что же делать людям, опасающимся за жизнь свою и своих близких, которые сталкиваются со стаями собак, подчас очень агрессивных? Если гражданину стало известно, что сосед допускает самовыгул домашней собаки, ему необходимо произвести фото-видео фиксацию, сделать обращение в администрацию города. По данному факту будет проведена проверка. В случае наличия состава административного правонарушения, лицо, ответственное за данное животное, будет привлечено к административной ответственности. В случае, если гражданину известно о скоплении бродячих животных, собак, необходимо обратиться в полицию. Сотрудники полиции проведут проверку по данному факту. И если в данной стае присутствуют домашние животные, которые привязались к стае, лица, ответственные за данных собак, будут привлечены также к административной ответственности. А главное, хозяевам четвероногих нужно помнить, что вместе с питомцем они приобретают и ответственность за их жизнь. На этом у нас все новости. Эфир программы «Сарапом новости» вы можете смотреть в четверг на канале «Удмуртия» в 18.15, повтор программы в пятницу в 9.55. Смотрите нас на 21-й кнопке у всех кабельных операторов на спутнике в «Трикалоре» и телекарте, а также в удобное время на сайте администрации города и ее страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хороших новостей! Субтитры создавал DimaTorzok